итак друзья всем привет небольшой рум-тур по номеру город эль-пасо штаб техас границы с мексикой ну неплохой номер это отель holiday in express двуспальную кровать внизу не повезло буду спать с кайфом такая ванная небольшая лоу витсми хороший приятный так но это мы выезжаем из города аль-пасо сторону калифорнии сторону сакраменто такой вид встречают нас горы забор там далеке тут на камере плохо видно но идет забор между мексикой и сша ну и когда-то я был по ту сторону забора сейчас по эту сторону навара все просто поставь цель создай план и действую по плану я об этом уже говорю путь наш лежит через несколько штатов то есть выезжаем из города аль-пасо техас дальше едем через штат нью-мексико дальше через аризону и потом уже заезжаем в калифорнию ландшафт в принципе практически идентичный единственное что в аризоне много кактусов из какусы прям очень высокие дальше на кадрах вы увидите эти кактусы здесь вот мы встретили байкеров байкеров много байкеров слышно далеко мотоциклы работают громко за 200 метров ориентировочно до приближения с байкерами их уже слышно то есть их никак нельзя не заметить не увидеть и так далее ребята все карикатурные в кожанках едут с музыкой у всех игра собственная музыка в штате ну точнее в америке в целом сша нельзя ездить в двух наушниках в ушах это противозаконно поэтому все моциклисты просто ездят с колонками на мотоцикле вот у них справа по заднее колесо там не идут вот эти бардачки у некоторых вмонтирована туда прямо колонка у некоторых в там спереди где вот все у них балда вот это висит с ветровиком так далее то есть некоторых и там и там по-разному мотоциклисты в общем ребята интересно но здесь город вид интересно все прикольно все красиво все необычно для меня так как я уже ранее говорю недавно в сша все вообще интересно как из говорил ранее если бы я мог все транслировать сразу на youtube вам было наверное интереснее потому что многое где не успевая заснять вагоны я уже показывал что вот эти морские контейнера они возят в дворе да я в россии у нас такого никогда не видел вот здесь обычная практика тоже много где в каких штатах бывало и то есть много видел где поезда ездят груженого в дворе да это нормально для них но на следующих кадрах кто кому интересно увидите табличку резона на стоп-кадре в общем этого идет уже штата резона скоро по ландшафту подъедут у нас кактусы кактусы некоторые прям очень высокие я думаю что там с три этажа но кактусы я наверное видел здоровые толстые мощные такие необычно такие как ну и вот идут плодовые какие-то деревья очень много прямо ну я никогда не видел столько плодовых деревьев вот эти фермы раньше не знаю как их назвать их очень много все выглядит опрятно красиво и если честно хочется самому иметь такую ферму чтобы заниматься такой красотой выглядит прямо красиво глаз радуется когда вижу красивые вещи ухоженные а а на этих кадрах такая скалистая местность некоторые камни очень огромные я даже не знаю что будет если они скатятся с горы как их будут разбирать и будут только колоть дробить и вывозить камни очень тяжеленная некоторые ну прям с большую фуру есть больше такие первый раз в жизни вижу здоровые камни такие необычно интересно кстати небольшой факт по этим камням по скалам в них часто встречаются змей поэтому если кто захочет пофотографироваться залезть на эти камни я бы рекомендовал этого не делать потому что когда вы полезете в тени там запросто могут быть змей либо какие-нибудь другие ядовитые существа которые вам ничего хорошего не принесут поэтому лучше ты же ты подумайте чем здесь найти камни фотографироваться но камни очень здоровые по некоторым складывается ощущение что их можно чуть-чуть потолкнуть и они выпадут на дорогу но на самом деле это не так их даже фуры наверно не дернуть чтобы они скатились очень здоровенные камни очень тяжелые опять-таки небольшая заметка двигаясь через штат нью-мексико и аризона ни одного ветряка я не встретил может это только по той дороге что я ехал я ехал вдоль мексиканской границы но ни одного ветряка не встретил либо тут нет ветров чтобы ветряки эти вырабатывали энергию хотел также еще одну небольшую заметку изложить у американцев очень много есть стоят флаг стоков и висят флаги то есть некоторые флаги вот как здесь на этих кадрах они очень большие большинство какие-то маленькие но имеется ввиду у частных домохозяйств маленькие флаги но на каких-нибудь больших государственных зданиях висят огромные флаги нас в россии ну как правило обычно какие-то флаги небольшие висят также на административных зданиях на каких-то частных территориях я очень мало в россии видел знак флагов в америке патриотов видимо больше чем россии вот и и и Субтитры сделал DimaTorzok Передвигаясь по США, я заметил, что очень много всяких перевалов, горных хребтов и тому подобного, очень много, то есть у нас только такое встречается там на Урале, но здесь прямо очень много, везде. Вот самая, наверное, такая равнинная местность, это Техас, Нью-Мексико и Аризона, вот те, которые я проехал, все Северная Дакота, Южная Дакота, там тоже много хребтов, перевалов и прочее. Ну, это вот как раз начинается поле с кактусами, то есть это еще маленькие кактусы, ну, маленькие трехметровые кактусы, примерно. Есть там два с половиной, три, четыре метра, вот, есть прям огромные, я их не успел заснять, ну, реально, где-то по ощущениям они метров были пять, наверное, шесть, прямо толстые, огромные, кактусы, никогда таких не видел. У меня еще в тот момент мысли в голове протекло, что если будет там, если, не знаю, пострелять по этому кактусу, ну, вообще, как он разлетится, будет ли он разлетаться, как в фильмах там, все вот взрывается, или он будет все-таки как дерево стоять плотно, то есть будут никакие там трещины и так далее, осколки лететь. Не знаю, почему-то у меня вот такие мысли возникли, вот, что я сделал с этим кактусом, потому что для меня, как для жителя России, там, для средней полосы из Кировской области, кактус это что-то новенькое, структуру его мне непонятную, то есть это не дерево, что-то такое непонятное. Ну, а так вот на хребтах вот этих горных растут одни кактусы и трава небольшая, такая довольно-таки неприветливая поверхность. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видите, в облаке такого небольшого червячка, это не облако, это пыль, которая зассала потоком ветра. Внизу вот на поверхности земли видно еще какой-то столб пыли небольшой, а вверху это вот все остатки, все что оно зассало в небо. В общем, климат в Нью-Мексико и Аризона в принципе такой достаточно безжизненный. Много песка, колючек всяких, кактусов, в общем, ну так себе, я бы не рассматривал его на постоянное место жительства. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры 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 DimaTorzok там много в принципе целой техники я думаю солярку плеснуть она поедет никаких проблем с запуском я думаю возник тут не нужно танкисты кто играют напишите пожалуйста чё за модели танков я думаю вы наверняка разбираетесь в этом что за танки какого года выпуска для чего при начались и так далее потому что я честно не шарю не было никогда никакого интереса к танкам а тут в живую их увидел он прям воодушевился здоровые танки огромные а и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...